опять таки доброго вам дня либо вечером либо ночь как вы знаете видосы я публикую тогда когда все либо спят либо только еще там я не знаю в школе хотя сейчас июнь может быть там кто-то я там не знаю диплом пишет защищает еще как я вот например сейчас нужно писать диплом а я вам записываю видос по black rush ну типа надо же что-то писать и вот из двух таких вот знаете направлений написать диплом или записать ролик о black rush я выбрал именно это потому что новость меня если честно вот у которой я сегодня взял на обсуждение она мне если честно шокировала настолько что я даже не знаю ну каким образом что каким образом вообще что вам нужно говорить по этому поводу но ладно давайте начнем по порядку я зашел в свое любимое издание life mobile написал black rush отмотал там немного назад что там типа ну было ну так сказать я видел что вообще там происходит что там вообще делается и так далее и по итогу увидел пост в котором написано что было краше наконец в общем давайте я вам прочитаю что вообще там написано приду продемонстрирую все это вот так сказать тут и начнем black rush и наконец официально показали свой лаунчер дизайн практически идентичен тому что недавно сливали отличие имеется в нижней панели то есть если честно вот я смотрю на весь этот дизайн а он раньше разве не был то есть уже сейчас помню дизайн выглядит намного лучше потому что вот эта вот кнопка играть она действительно должна быть по центру а тут она какая-то ну после списка серверов вообще зачем нужен этот список серверов если я его могу увидеть после того как я сам зайду на этот проект то есть для чего список то вот этот вот весь отдельный я не понимаю то есть ну зачем просто я хочу сразу начать играть чтобы там может быть еще донат или там настройки сделать но список серверов он не нужен ну ладно это еще мелочь но почему диза вот если это тот дизайн который будет то ночи это как будто бы этом не знаю из 2020 года дизайн из января какого-нибудь а тут про ну сейчас же июнь сейчас же должен быть какой-то новый дизайн а тут вот такое получается каким образом почему зачем то есть я была краша вот то есть ладно я могу все понять там скины снегурочки пока там зима там вот то все пятое-десятое пока там я не знаю осень весна лето и так далее но тут-то в чем дело в чем я призываю завод вы посмотрите сами на этот пост в чем тут дело я не понимаю ну то есть ладно может быть это какой-то прогрессивный дизайн там я не знаю минимализм когда кнопка играть она как бы ну не по центру не там еще где-то она вот тут вот находится то есть возможно я чего-то да не допонимаю в этом гениальном дизайне но посмотрите сами то есть что это такое ладно возможно я сейчас поговорю поговорю по итогу получится что в самом деле этот дизайн он будет самый вообще расхваленный самый вообще вот там я не знаю лучший или возможно будет вот как допустим было с аризоны мобайл когда они там я не знаю выпускали свой вот этот вот новый синий дизайн когда вот было все это преобразование в сам мобайл тогда они выпустили этот дизайн и сейчас они его так знаете постепенно по маленечку полигонечку по зернышке по семечке они вот так потихонечку меняют это и я думаю что вот Erica Краши, постепенно будет все так же, потому что они постоянно на протяжении вот всего времени, что я с ними сотрудничаю, на протяжении всего времени, что я знаю весь этот проект, они всегда, так знаете, следили за мелочами. У них всегда были вот какие-то такие, знаете, амбиции по поводу всего этого. И может быть этот дизайн, как будто бы он там, знаете, из 2020 года, из 28 января и так далее, как будто бы он из, ну, я не знаю, вот какой-то промежуточный этап, возможно, к чему-то большему, к чему-то высшему. Ну, тем более, смотрите, там еще почему-то на всех вот этих вот скриншотах, видимо, давно делали, там почему-то очень мало всех вот этих вот серваков, которые есть. Сейчас же серваков их там сколько, 15, 18, 19, я точно не помню, не увольняйтесь с Black Rush из-за этого, так сказать. Но, тем не менее, оно, я думаю, еще все будет, то есть, возможно, что они этот дизайн там, я не знаю, немного доведут до ума, возможно, что там будет еще что-то. Ну, в общем, много всего тут еще можно рассказывать, разговаривать и так далее по поводу всего этого. Сам факт в том, что это Black Rush, и если уж Black Rush и топ-1 проект в GTA CRM, они делают вот такие вот действия, то они явно знают, что они делают. А может быть нет, может быть нет, может быть все вот эти вот их действия, они приведут их к какому-нибудь там, я не знаю, к краху, не дай бог, и так далее. То есть, может быть будет еще что-то, мы не можем все это предсказать, мы не можем все это знать, они такие люди, мы не имеем права их судить вообще никак. Поэтому, ну, я не знаю, вы сами можете оценить весь этот дизайн, он есть на превью, я вам его показываю, я вам показываю, что там вообще с ним происходит, я вам показываю вообще куда, откуда, где растут ноги, все вот эти вот. И по итогу мы так вот постепенненько можем что-то понимать. Однако, я пока что не знаю, что еще можно добавить по всему этому вопросу, вы возможно можете что-то там, я не знаю, от себя добавить в комментариях, все комментарии, все две штуки, я их там прочитаю, или возможно даже три штуки, я все это прочитаю и все будет. Поэтому, если что, ребят, то как бы ссылка на скачивание лаунчера Black Rush, она находится в описании данного моего видеоролика, там же в описании есть мой никнейм, Данила КПРФ, там же в описании есть мой промокод, хэштег Задоса, я играю на сервере Индиго, на 11 сервере Black Rush. Заходите, развивайтесь, скачивайте и вообще делайте все прочие вещи. Увидимся тут же, завтра с вами, может быть там в 20.00, а может быть немного попозже, кто ж его знает. Всем пока и всем, разумеется, до свидания.